Примеры. Обоснованный аргумент с истинными предпосылками. Свидетель Вознесения Галилеяне. В Варфоломее свидетель Вознесения. Свидетель Варфоломей Галилеяне. Писание не говорит, откуда Варфоломей, но вот таким образом логическим рассуждением мы вполне можем это узнать. Обоснованный аргумент сложной предпосылкой. Свидетель Вознесения Галилеяне, Иуда Искариот свидетель Вознесения, Свидетель Иуда Искариот Галилеяне. Аргумент обоснован или не обоснован? Аргумент обоснован или не обоснован? Аргумент обоснован. Аргумент имеет ту же структуру, что предыдущий. То есть, он обоснован, но в аргумент вставлена недостоверная предпосылка, неверная. Иуда Искариот, мало того, что он не был свидетелем Воскресения, свидетелем Вознесения, он даже свидетелем смерти Иисуса еще не был. Он удавился еще до того, как Иисусу был выговор принес. Это тоже очень интересный момент. Когда он пришел, он сказал, извините, ошибочка вышла, сдаю деньги обратно. Он говорит, не нужно, а что же мне делать? Ну, как знаешь, так и поступай. Он пошел, поступил, как знает. Он поступил с собой по закону Моисеева. Потому что то, что полагается оклеветанному по закону Моисеева, именно то же полагается оклеветанному. Он идет и над собой сам вершит суд по закону Моисеева. Вот. И все это происходит только, что он увидел, что Иисуса повели в приторию к Пилату. Он-то думал, ну, мы только тут гадать можем, но вот можем гадать, что, может, он думал, Иисуса приведут. Синедрион там пару фокусов покажет, все поймут, что это Мессия, все, на трон посадят, этим дело закончится. И тут вдруг он видит, что Иисуса ведут в приторию, а везти его к Пилату могут лишь по одной единственной причине. Потому что есть только одна единственная вещь. Во всем имеет полный сон Синедрион, кроме одного. Приговарий смертной Кати. Вот, все, что-то не стыкуется. Он тут же пытается, значит, нажать кнопку Escape, онду, значит, прибежать к Синедриону и сказать, виноват, выдал вам невинную кровь. И все уже. Нет, не наше это дело. Вот. И таким образом, значит, вот эта предпосылка является неверной, и поэтому мы, в принципе, даже не можем знать, верный или неверный ввод. Мы можем рассуждать, откуда был родом Иуда, но из других источников. Сам этот аргумент не говорит ни в пользу вывода, не против этого вывода. Он не корректен. Он хоть и обоснованный, то есть сам аргумент правильно составлен, но у него ставлена неверная предпосылка. Пример, необоснованная предпосылка с истинными, необоснованный аргумент с истинными предпосылками. То есть предпосылки истинные, но аргумент не обоснованным. Нам нужно что-нибудь делать для роста церкви. Играть в шашки это что-нибудь делать. Следовательно, для роста церкви нам надо играть в шашки. Вот. Не, ну в принципе, можно там создать для установления вот этой вот общей почвы с неверующими, там можно начать ходить в шахматно-шашечный клуб, с ними играть. Ну, тот самый случай, надо стать одним из них. Но напрямую с ростом церкви это никак не связано. Аргумент не обоснован. Потому что в него уходит неопределенное вот это вот понятие что-нибудь делать. Вот. И утверждение правильное, нужно что-нибудь делать для роста церкви. Вообще это благовествие. Нам, кстати, не дано указания, что мы должны забыть о росте церкви. Мы должны благовествовать, а Господь будет предлагать спасаемых церквей. Вот то, о чем мы говорим, что сегодня мы зачастую, потеряв это, мы пытаемся за Бога его работу сделать, рекрутируя людей в церковь, вместо того, чтобы нести им благую весть и оставить ему предлагать спасаемых церквей. Вот. И вот вывод. Для роста церкви уже в шашке. Вывод никакого отношения с истиной не имеет. Может быть правды, может быть неправды в контексте. Почему? Хоть и предпосылки. И играть в шашке тоже это, что-нибудь делать. Что мне делать, это будет что-нибудь. Вот. Можно ставить, там, снимать кино. Играть в крестики-нолики на асфальте. Все что угодно. Вот. Вывод необоснованный. Пример. Необоснованный. Другой пример. Необоснованный аргумент с истинными предпосылками, которые очень часто, к сожалению, вы найдете в богословской литературе. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть истинные предпосылки. Предпосылки истинные. Так говорит Слово Божие. Истиннее не бывает. Из чего мы делаем это? Крещение не имеет значения для спасения. Ну, у вас могут быть разные взгляды на отношение крещения со спасением. Но это место, Марк 16.16, об этом не говорит вообще. Марк говорит о том, что пусть спасение лежит через веру, и эта вера должна выражаться в послушании, а крещение является послушанием. Естественно, не крещение спасает, и не вода спасает. И не дела спасают, и не вера спасает. Понимаете, вот наш долгий спорт. Мы спасаемся по вере или по делам. Кстати, вы как читаете, вы по вере или по делам спасаетесь? Куда я попал? Ну что, Библию не читаете здесь? По вере и благодати Божией. Благодатью вы спасены. Через веру на добрые дела. Понимаете? Вот это... Да, совершенно верно. Потому что вера – это тоже дело. Иисус говорит, вот дело... Как нам творить дела Божьи? Иисус говорит, вот дело Божье. Веровать в Бога и Сына Его, Которого послал. Верить – это что же дело? Вот. Понимаете, как только спор выходит из контекста, о чем мы говорим. Когда Лютер спорил о вере и делах, он же под делами, что имел в виду? Под делами он имел вот эти религии. Когда Павел спорил под верой и делами, что он имел в виду под делами? Соблюдение закона. И когда, значит... Вот у Павла несоответствие с Аковом. Извините. Павел говорит о соблюдении... Когда Павел говорит о делах, он говорит о соблюдении законов. Когда Яков говорит о делах, он говорит о проявлениях нашей веры. Это разные вещи. Они говорят о разном, поэтому мы не можем засунуть это в один аргумент, он будет необоснованным. Так и здесь, говорится, что если я верую в Бога, но креститься не хочу, то что это за вера? Вера – это послушание. Речь о том, что если ты не веришь, то ты хоть десять раз окунись в кочелу сначала с кипящим молоком, потом наш спектр сказок, все равно к спасению этого никакого отношения не имеет. То есть крещение имеет отношение к спасению, но не к крещению мы спасаемся. Крещение – это то, через что мы, с одной стороны, проявляем послушание и, с другой стороны, свидетельствуем меру о заключении своего завета с Богом. И, к сожалению, сегодня, основываясь на подобном утверждении, можно встретить баптистов, которые отвергают баптизм. Они продолжают называть себя баптистами, но говорят, ну ты веришь, все, ты спасен, не надо хреститься, не нужно это тебе. Вот это появилось только в начале 20 века, но оно довольно сильно. Прочел молитву, кстати, в Библии есть молитвы, кающиеся Гришни? В Библии этого нет, это приложение. Опять же, в одной культуре это приложение работает, в другой культуре это приложение не работает. Мы должны понять, зачем мы это делаем. Мы должны понять, что Библия является высшим авторитетом, но проповедник – это, как сказал Карл Барт, человек, стоящий с вечным Словом Божьим в одной руке и сегодняшней газетой в другой руке. То есть мы являемся посланниками от имени Христова. Мы послы, полномочные представители на территории противника. Ведем мирные переговоры, примиритесь с Богом. И мы должны говорить с людьми в их понятиях, нанести вот это вечное Слово Божье. И поэтому очень важно, чтобы мы не впадали в такие дискуссии. Всякий раз, когда спрашиваешь, что же мне делать, покайтесь, докрестится каждый из вас. Евнух – вот вода, что же мешает мне креститься. И понятно, с другой стороны, озабоченность, особенно в нашей культуре, где ребенок родился. О, понесли его в церковь, в воду окунули, пьянку закатили. Понимаешь, озабоченность тем, чтобы крещение не превращалось в пустой ритуал – озабоченность правильная. Но защитить от превращения его в пустой ритуал тем, просто сказав, что он, на самом деле, никакого отношения не имеет. Это же другая крайность, это тоже неправда. Вот, поэтому нужно, и я, к сожалению, говорю, что вы в литературе встретились на основании подобного аргумента, заявления о том, что крещение к спасению отношений не имеет. Другой, значит, необоснованный аргумент с истинными предпосылками. Иоанн побежал ко гробу, Петр побежал ко гробу, значит, Петр – это Иоанн. Ну, нам известно про Петр, что он побежал ко гробу. Мы знаем, что не кто побежал ко гробу. Мы знаем, что Петр бежал ко гробу, Иоанн бежал ко гробу, значит, Петр – это Иоанн. На самом деле, вот это особенно интересный аргумент. Что? Или бегунули. Но Иоанн лучше бегун чемпионов, поэтому прибежал первый. Но трусливее, поэтому заходить не стал. На самом деле, хитрость этого аргумента, почему он необоснованный. Этот аргумент, он с виду как будто бы дедуктивный состав. Одна предпосылка, другая предпосылка, вывод. А на самом деле это индуктивный аргумент. То есть он описывает некие свойства. И по этому свойству проводит обобщение. Причем только по одному свойству и довольно случайно. Индуктивный аргумент это аргумент, который является необоснованным по определению. Мы никогда не можем быть уверены. Мы в этом будем говорить немножко позже, более подробно. Но чем больше мы проводим свойства, допустим, когда Петр приводит свойства, которые должен был дать Мессия, он приводит целый набор свойств, и все из этих свойств не случайны. И когда он говорит об Иисусе, он показывает, что все вот эти не случайные свойства предлежат ему тоже. Тогда мы можем с большей степенью вероятности говорить. Но индуктивный аргумент всегда бывает только лишь о степени вероятности. Он не может дать абсолютно точного результата. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Давайте посмотрим еще один аргумент, который индуктивный, но с гораздо большей степенью вероятности. Некто подошел к Иисусу. Этот некто был юноша, мы знаем о Матфея. От Луки мы знаем, что он был из начальствующих. От Луки же мы знаем, что он был очень богат. От того же Луки мы знаем, что он от юности соблюдал все заповеди. Ну, то есть, момента бар-мицвы, когда он входит во вменяемый возраст, когда ему уже вменяют свои собственные действия. Он соблюдал все заповеди. И Иисус, взглянув на него, полюбил его. Кто этот юноша? Марк, первая версия. Иосиф Ариофейский. Иосиф Ариофейский, юноша, тоже очень интересный. Вот. Пожилой членов Симбриона. Моисей тоже юноша в 40 лет. Какие еще? Ну, вот это вам что известно. Есть ли в Библии еще кто-либо, кто обладает всеми этими свойствами в Новом Завете? Чтобы он был молодым человеком, начальствующим, очень богатым, от юности соблюдал все заповеди. И чтобы он был возлюбленным Иисусом. Иоанн? Иоанн не был из начальствующих. Варнава? Варнава вообще был скрыт. И не был юношей. Помните, когда в Листре на Павла и Варнава сказали, боги в образе человечества пришли к нам, то Варнаву посчитали Зевсом, верховным божеством, большой, толстый, бородатый, молчаливый. А вот этот Мечица все время что-то разговаривает, его посчитали Гермесом, посредником между Богом и людьми. То есть Павла посчитали за Гермесом, в русском переводе Ермин. А Варнаву Зевсом, то есть он был гораздо старше, убелен с сединами, модернный опыт. Ну еще какие будут предположения? Новый Завет. Тимофей был молодой, но он был не... Во-первых, мы не знаем, бывал ли он вообще в Иерусалиме. Дальше он явно не был из начальствующих. Вот. И мы не знаем, возлюбил ли его Иисуса. Молодой человек, вообще молодой и начальствующий, уже само сочетание редкое. Павел. Павел. Савву. Савву. Смотрите, как интересно. Это как интересное получается дело. Значит, Савву, что мы про него знаем? Значит, мы знаем, что он юноша в деяниях себя. Семан так назван. Ну, юноша, юноша, но при этом убивающие Стефана камнями, именно у его ног складывали свои одежды. А ну, подержи, мальчик мой пиджачок. Вот. Это значит, что Савву брал на себя ответственность за это. То есть, если это было ложное, по закону Моисеева. По закону Моисеева есть две вещи. Решение жизни, меняние крови. Если человек убивает, казнен за богохульство, то его кровь на его собственной голове. Но если это ложное обвинение, то кровь на голове того, кто руководит казни. Значит, он даже изначальствующий. Да, Саввул был изначальств. Он говорит, и когда, значит, побивали христиан, я подавал голос. Он имел право голоса в Синедрион. Он гражданин, он родился уже. Вот. Вопрос очень интересный. Почему, чтобы казнить Иисуса, им нужно брать разрешение у Пилата, а чтобы побить камнями Стефана, этого разрешения брать уже не надо? Потому что он на храм, сказали, его обвинение было. Вот у них было исключение, что если кто на храм наезжает, то он может убивать. Ну, Иисуса тоже обвиняли. Иисуса тоже обвиняли, но не доказали. Стефана тоже не доказали. Стефана там вышли, сказали, была, сказали, да, он там… Вот там… Не, на самом деле, да. Совершенно верно. Потому что появился вот этот очень молодой, ретивый человек, который гражданин Рима. То есть, с одной стороны, он представитель школы Гамалиила, любимая всем богословской школой. С другой стороны, он гражданин Рима, поэтому в его присутствии уже можно выносить смертный приговор не гражданину Рима. То есть, для того, чтобы вынести смертный приговор не гражданину Рима, должен был в суде хотя бы не гражданину Рима присутствовать. И вот Савл является вот этим самым гражданином, который поднимал голос, то есть, он обладал синедрением правого голоса, может, его по молодости и ввели в синедрение именно за это, для этого, чтобы его использовать для гонений. Дальше мы знаем, что он, значит, ну, вот изначально, о чем мы говорили, деяние 2610, что он получил власть и подавал голос. Обладал правом голоса. Значит, был очень богат филиппинцам 3.8, он пишет, я от всего отказался. И то, в общем-то, страсть, которую это пишет, явно свидетельствует о том, что было от чего отказаться. Если бы у него ничего не было, то эти слова были... У него ничего не были, я от этого отказался. Слова бы этого смысла не имели. За какие деньги он, Тарсяня, учился в Иерусалете? Вот. То есть, явно у него он был из богатой семьи. Вот. И, скорее всего, семья его отвергла, когда он стал следовать за Иисусом. Значит, когда Варнава отправляется в Тарс, чтобы его найти, судя по тому, как это описано, Варнаве пришлось его поискать. То есть, он уже не был там столь известен, что он знаменит и прочее. Вот. Дальше. Значит, по правде законно и непорочно пишет на себе сам Павел. То есть, от юности, от Барницвы соблюдает все законы. И о Павле Иисус говорит, он есть мой избранный сосуд. Вообще, сам по себе интересный вопрос. Иисус. Встречал ли Павел Иисуса до своего пути в Дамаск? Когда Павел говорит об этом о гриппе, то он говорит, ну, ты же это все знаешь, это же не в углу делалось. 123, 124. Так, значит, если примерная продолжительность жизни 75 лет, а юношество, значит, в период примерно 15 лет, от 15 до 30, то, значит, вероятность того, что подошедший человек будет юношей составляет 1 в 5. Вероятность того, что, значит, он будет мужского пола 1 в 2. Третьего динала. Значит, итого, значит, итоговая вероятность 1 в 10. Вот. Далее, значит, изначальствующих, ну, в общем-то, изначальствующих, значит, по рангу ниже сотни, на военную переводить, то есть, если мы возьмем 1 в 100, то это будет не сильно, отнюдь не завышенное случая. Ну, очень богат тоже, не трудно сказать, что это такое, но, значит, опять же, будем считать, что он очень богатый 1 из 50. По минимуму, мы берем по минимуму. Вот, чтоб не это самое. Вот. И, опять же, человека, который не нарушил ни одной заповеди, трудно оценить вероятность. Ну, тоже возьмем 1 к 100, чтобы примерно. И, таким образом, мы вот имеем общую вот эту вероятность, которая составляет 1 в 2 миллион. Да. Да, 1 в 2 миллиарда вероятность того, что, значит, подошедший человек, вот этот юноша и Савлот одно и то же лицо. А если считать, что в Иерусалиме в то время проживало порядка 40 тысяч человек, то тогда вероятность 1 в 50 тысяч на жизни в Иерусалиме. Убедительно? Убедительно. Красиво. Цифры красиво могут убеждать. Истинный вывод или не истинный? Мы не знаем. Дело в том, что индуктивный аргумент, он не обоснован по определению. То есть мы всегда можем быть с некой долей вероятности, но не более того. То есть да, такое, оказывается, могло бы быть и довольно с большой долей вероятности. Но было оно этим или нет, мы не знаем. С гораздо большей долей вероятности, можно сказать, что тот голый молодой человек, завернутого одеяла, это Иоанн Марк. Потому что там есть гораздо большее количество просто пересекающихся свидетельств и различных аргументов. Но и там, и здесь где-то, что вообще история это индуктивная наука. А любой индуктивный процесс не обоснован, мы всегда можем говорить с большей или меньшей вероятностью, не более того. Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok